Мы это оценим, дорожим тем доверием, которое нам Федерация России, Федерация Московской области и губернатор вместе с правительством Московской области для того, чтобы проводить такого высокого уровня соревнований. Поэтому мы всегда готовимся, у нас уже хороший коллектив оргкомитета, мы это все делаем вместе с Федерацией, всегда хорошая подготовка и, как правило, всегда проводим на высоком, соревнованном уровне. И сегодня мы посмотрели первый день соревнований, очень впечатляет, нас радует, радуют наши ребята, сборная наша, радует то, что они на последнем чемпионате мира высоких результатов достигли, но они, я думаю, скажем, специалисты. А еще, конечно, особенно нас радует то, что в этой сборной теперь есть представители наших облицов, то есть за несколько лет, видите, наши Бучковский, Артем, Каша Иванов, Верский, до того, что теперь мы участвуем полноправные члены сборной Российской Федерации по фехтованию. Я не знаю, имеют неплохие результаты, поэтому спасибо еще раз за то доверие, которое нашему городу оказывается, и мы обязательно будем делать это все для того, чтобы это доверие всегда поддерживать. Ну, как известно, чемпион России, это самый главный старт российских соревнований. Я, в первую очередь, поздравляю Тимуру Сахина с этим новым званием, чемпион России в 2014 году королевики. Я всегда хотел, чтобы Тимур был бы уже в обойме сборной команды, которая дерется командой. Вы знаете, у нас лично есть команда, но никто не хочет искусственно поднимать спортсмена, потому что это иногда вредит. Я очень рад, что Тимур два дня назад был в группе на соревнованиях в Париже, где было 193 человека, и вот через доску буквально здесь убедительно победил на соревнованиях. Я думаю, что это уже есть у нас хорошая красоявка для того, чтобы Тимура и дальше вовлекать именно в команды соревнований. Потому что командный боец – это очень важно. Тимур уже в команды соревнований в прошлом году в Париже появился я как в хорошую молодую команду борец. И вот тогда добрый термин. Поэтому спасибо, что ты помогаешь нам не искусственно для понимания. Наши фехтовальные традиции у нас очень весомые. И сегодня в тиражах закончился, не вчера, а там когда-то, в прошлой неделе, переносом мира закончился и в юниорах и кометах. И наши молодые спортсмены показали хороший результат. Поздравили сегодня с выдающим достижением на Чемпионате мира по взрослым, которое прошло в Владапеште 2012 года в августе. Где впервые, как повторюсь, за 11 лет наша команда завоевала общий пункт нации. И выиграли общий команду за счет. Поэтому этот Чемпионат России дает возможность тем спортсменам, как Соня Великая, которая вернулась после рождения ребенка, вернутся опять в команду, не просто вернутся, а вернутся сильные спортсмены, что мы в принципе ждем. Потому что сабельная женская дружина ждет лидера. Нам лидер очень нужен. Я думаю, что в других видах оружия тоже хотелось бы, чтобы кто-то себя проявил и здесь. Потому что в Чемпионате России, еще раз повторюсь, что это важно в соревнованиях, поэтому специалисты наблюдают, все находятся здесь, все приезжают на такие соревнования. Здесь мы можем увидеть какие-то новые заявки от кого-то, чтобы рассмотреть их уже на участии в Чемпионате Европы или Чемпионате мира. Вы знаете, я хочу вам открыть небольшую тайну. К Чемпионату Европы мы успеваем готовиться, потому что так сложился и так складывается сезон, что мы в мае, у нас три, у них видят четыре турнира. И мы, допустим, трапируем русская, возвращаемся с Гавана 27 мая. 27 мая возвращаемся. 1 июня мы должны уже лететь в Голман, это рядом со Страсбургом, это маленький городок, где будет недельный сбор для подводки к Чемпионату Европы. То есть, понимаете, подготовка и подводка. Чтобы готовиться, ну, естественно, как минимум уже 12 дней. Ну, так со стряпом календарь и Международной Федерации, что мы просто не успеваем. Поэтому после Гавана нужна агломатизация как минимум 3-4 дня. И пока переедем в Голман, там будет просто, там будут хорошие условия, там будут доводкой, чтобы они психологически себя разгрузили. Потому что просто тяжелого, реально тяжелого сезона, который начинается с января и заканчивается в конце мая, и вот в июне Европа и в июле Чемпионата Европы. Поэтому тут к Европе мы не готовимся, а просто переключаем их внимание. Как тут выступят? Выступят. Никаких планов, заданий, никаких не будет. Никаких нотаций, никаких там, ура, вперед и так далее. Это все отсутствует. Поэтому у нас спортсмены достаточно профессиональны. Они знают, зачем они едут, и они очень мотивированы на победу. Просто такая ситуация в этом сезоне. А что касается уже подготовки Казани, ну, уже будут сборы здесь, в Подмосковье. Сабля и Шпанова тренируются у нас на круглом озере. Рапея и Мурская и Женская в Новогорске. Поэтому уже Казани будет готовиться к своей подготовке. Этот год еще экспериментальный. Вот 2015-й – это уже отбор на Олимпийский год. Поэтому с 1 апреля 2015 года и до 31 марта 2016 будет отбор на Олимпийский год. Поэтому нам за вот этот небольшой период надо уже знать, кто конкретно будет боеспособен, чтобы даться сзади, сзади и сзади. Есть ли силы и как ты собираешься, в общем, восстановиться? Какая практика восстановления сил за такой короткий промежуток? Я уже не рассказываю. Восстановиться такой ребенок. Нет, конечно, да. То есть, ты планируешь свой ребенок, родной, по 4 лет. Но восстанавливается, будем, конечно, спать, и восстановить силы, меньше аппликации. Иду в себя, я думаю, мозг послушал, привяжу. И вся сила приложу, чтобы выиграть в команду, скачать. Спасибо. Я, конечно, Симур, кстати, скажу, он оставил МОУ с область сегодня без первого места, потому что он уходит в команде. Я сам что-то заговорил. Да. У нас потому что... Ну, я до того, как стать главным феемом, и по силу учтения, я являюсь все-таки тренером в Московском области, в арабе. Поэтому и Хованский – мой личный ученик. Поэтому, ну, с другой стороны, я главный из бога страны, поэтому сейчас, ну, если видели, я даже не подходил за весь день спортсменов, потому что вот такое... не имеешь морального права подходить, потому что сейчас они все наши сборные страны. Ну, кандидаты не сборные, но кандидат в сборные страны. Поэтому, ну, я очень рад, что еще раз Тимура выиграл, потому что те, кто вроде бы прописаны на сборной команде, есть такие слухи, что меня не будет ронить, я там... Нет, пускай спортсмены знают, что никто там не зарезервировал себе место, потому что конкуренция, только лишь конкуренция позволяет команде быть ими. Что касается меня, как репериста, мне, конечно, приятно, что сегодня этот финал получился такой красочный, ажиотажем, и Тимур просто в конце переключил на четвертую скорость, и поэтому Ашаланский не был готов. Да. Надо, что надо бросать, наверное, пагубные привычки. Вот спортсмен Асланов опять оправдывал своими выступлениями, он в этом сезоне еще заканчивается. У нас, кроме взрослого, чемпионат в Европе, еще в июне есть чемпионат в Европе до 22 лет, который будет ходить в Тбилиси. У Тарсланов, один из кандидатов туда. Я думаю, что Тимур, наверное, в Тбилиси не хочет ехать, поэтому сегодня он выйдет в Север-России, чтобы поехать сразу, я думаю, пожалуйста. Сразу, другим, больше нравится, чем в Тбилиси. Да, поэтому мне всегда радостно, когда много спортсменов претендует на то, чтобы быть в команде. Тогда здоровый конкуренция дает возможность найти сильных спортсменов. Спасибо.